Всем щербет, дорогие друзья, прекрасный, прохладный летний вечер. Из открытого окошка доносится освежающий ветерок. Совсем не то, что было пару недель назад. Нас жарило просто, как на сковородке. Ты вечером выходишь после работы. Асфальт настолько нагревался, что такое впечатление, как будто ты открыл духовку и засунул сюда голову, чтобы проверить, насколько пропеклись там твои пирожочки какие-то. Приехали новиночки от Nightcore. Это четыре таких прикольных вентилятора. Два розовых, два белых. Они ничем, кроме цвета, не отличаются. Поэтому я предлагаю, вот вы их увидели, да, они такие няшные, оставить один розовый. И пускай будет один белый на их примере. И будем, собственно, разбираться. Это модельки NEF02 и NEF03. Маленький и побольше. Начнем с комплектации. Поставляются в обычных белых симпатичных коробочках. В коробочках есть зарядный шнур. Но блочок в комплекте не идет. Сначала давайте посмотрим на малыша. Все-таки будут два, наверное, в руках держать. Так прикольней. Корпус из прочного АБС-пластика. 1200 мА аккумулятор, который позволяет ему работать от 2 до 7,5 часов. В зависимости от режима. Режимов здесь четыре. Вес 97 грамм, а толщина всего 24 миллиметра. Он довольно компактный и небольшой. На борту имеет бесщеточный двигатель. Есть такая подножка, которая позволяет его поставить и направить на вас. Прикольно в офисе, где-то на рабочем месте. Возможно, если вы водитель какой-нибудь маршрутки, троллейбуса, трамвая. Не знаю. Это тоже довольно удобно. Type-C зарядная. Индикатор работы. Есть вот такое вот крепление для темлячка. Ну, кстати, темлячка там нет в комплекте. Сейчас разберемся, посмотрим. Нет, темлячка я не нашел, но это тестовые образцы. Поэтому нужно будет этот вопрос еще уточнить. Также, что интересно, это не только вентилятор, но еще и фонарик. Майткор взялся за дело. Куда же без фонарика? Фонарик одного режима. Давайте его активируем. Ну, по ощущениям, здесь где-то, наверное, может, люмен 30-40. В принципе, не потеряетесь дома так точно. Если светить себе под ноги где-то на тропинке, тоже яркости вполне себе хватит. По режимам, кратким нажатием, включается самый первый режим. Дальше второй, третий и четвертый. На четвертом, я так понимаю, он работает около двух часов. Можно и одновременно включить фонарик. Вот так вот. Или выключить с зажатием. Все работает вместе. Супер сдувающим его назвать, конечно, нельзя. Но движение воздуха он создает уверенное. Давайте теперь посмотрим на старшего брата. И здесь уже 3600 мА аккумулятор на борту. Работает от 4 до 24 часов, друзья. Вес 270 грамм. Тоже имеет бесщеточный двигатель. И сделан из АБС-пластика. Что интересно, вот эта модель, она хоть и больше, да. Здесь есть такая удобная ручка. И, обратите внимание, да где же та кнопочка, вот. Плавная регулировка, хотел сказать, яркости. Нет, оборотов двигателя. И он меньше шумит, чем малыш. Потому что у него лопасти больше. И он работает практически бесшумно. Вот до 67. Чем на 100 только он начинает так ощутимо шуметь, да. До этого его вообще на 50-60% практически вообще не слышно абсолютно. Type-C зарядная. И фонарик куда же без него. Активируется, как и в первом случае, за сжатием. Может стоять. Немножко неровная поверхность тут. Вот он стоит, пожалуйста. Легко, удобно носить в руке. Давайте одновременно сейчас их включу. Да, маленький больше шума издает. Меньший объем самого вентилятора. Приходится ему быстрее его крутить. Вот такие дела, друзья. Не забываем, что по промокоду еще разок присутствует 10% скидка. Все ссылки будут в описании. Проткните императорский лайк, если вы еще не сделали этого в начале видео. Увидимся. Пока-пока. Подтянулись хорошие новости. Если понравились товары, можете переходить смело по ссылочке в описании. Там вас ждет 10% по промокоду еще разок. Не благодарите, просто переходите.